Приветствую вас, господа гонщики! У меня тут произошла небольшая беда, можно так сказать. Как некоторые из вас заметили, то что снова перенёсся стрим по гонке F1 о Гран-при Испании или Гран-при Каталонии. Как чётко, кстати, подметил кто-то из подписчиков, Хонда снова не поехала. Да, ребят, именно так и случилось. А виной всему этому действию именно от вот этого вот железяка. Короче, фишка в том, что в этой вот... Ай, Тарантасе не сгорела материнская плата. Ну, точнее, не сгорела, что-то с ней приключилось. Видимо, какой-то вопрос сбился. Она мне сначала кишкомотила с оперативкой, которая там валяется. А тут три разные планки. У меня две по 4 гига и одна на 8. И вот когда я докупил 8-гиговую планку, в принципе, это не совсем правильно так собирать, но должно пахать. И установил её в довесок этим двум. Она, короче, начала что-то капризничать, не хотела запускаться. Ну, с горем пополам я её тогда запустил, системку, отключив профиль и память, и настроив всё вручную, она кое-как начала пахать. Но в конечном итоге комп тошнил, тошнил, тошнил и вообще перестал пахать. И это, конечно же, беда, я вам хочу сказать. Придётся с этим что-то делать. Уже нашёл другую материнскую плату. Здесь у меня стоит на B75 чипсике. Такое у нас третье поколение Intel Core. i5-й проц у меня тут стоит. Вот. И B75, короче, чипсик здесь стоит. А я нашёл на Z77 чипсике. Это уже материнка будет повзрослее. И можно будет мой проц даже немножечко подразохновать. Чем мы в этом видео с вами, видимо, и займёмся. Эту железяку я сейчас буду, наверное, потрошить. Сниму кулер. Выкину нафиг на материнскую плату. Завтра поеду, заберу новую мать. Соберу это всё дело. Настрою, запущу. И можно будет что-то постримить уже непосредственно. F1. Я так думаю, что это будет на субботу. Но для вас тоже будет прошедшее время, судя по всему. Кстати, между тем, видите, знаете, заставочку. Это о супер-пупер-системе Windows 10. Подготовка Windows, не выключайте компьютер. Вот до этого я уже смотрю часа пол. Реально, парни. Вот сколько я снимаю этот ролик. И до этого вот часа пол. Best of the best система. При том, что там стоит топовая АК, разогнанный и SSD. Ну, в общем-то, подготовка вся подходит к концу. Потому что мы сейчас ей поможем ускориться. Вот. Как-то так. Вот и вся подготовка. Кстати, многим людям было интересно посмотреть на мою студию. Но, в общем-то, как-то так все это дело выглядит. И подальше. Сейчас здесь полный бедлам. Показываю, как есть, ребят. Потому что, сами видите, провода, кавардак. Все из этого компа. В общем-то, все как-то так. Завтра мы здесь наберем... Наберем. Наведем порядок. И все будет значительно-значительно лучше. Но пока что все это выглядит вот как-то вот таким вот образом. О! Оно даже раздупляется что-то. Аллилуйя. Подготовка Windows. Господи. Я уже боюсь, когда это выгляжу. Ну, хоть стартануло. В общем-то, такие дела, ребят. Потрошим. Железяку. Я, кстати, так психанул. Смотрите. Это был фаталити. Корпусу, блин. Прилетел ему мой подарочек. И, в общем-то, он тут малость разлетелся. Не знаю. Наверное, что-то заклеило, что ли. А то, блин. Да, он старый, печальный. Но так совсем как-то выльются. Пипец. Вон, ошметки. Полетели. Ну, вы знаете, что я товарищ такой. Когда у меня что-то не работает, это опасно для техники. Странно, как я тут больше ничего не разбил. Такое. И это все в преддверии стрима было. То есть, я должен был запускать стрим. И тут. Та-дам! Нифига не работает. Такие дела, в общем. Кстати, новенький руль потрясающей красоты. О котором я вам расскажу в одном из ближайших обзоров. А может быть, этот обзор даже будет раньше, чем этот влог. Насколько я понимаю. Это просто офигеннейшая вещь. А еще вам, наверное, расскажу пару слов. Как-нибудь вот об этих двух железяках. Кто не в курсе, это платы видеозахвата. В принципе, топовые. Авермедия, Эльгата. На которых, в принципе, разработчики много чего рассказывают. Много чего нахваливают. Но по факту не все это правда. Не все так радушно в этих платах видеозахвата, как оно и есть. Потому что они рассказывают, что они работают аппаратно. Дескать, не грузят процессор. Это правда процентов на 30. Не больше. И я думаю, что это прям таки, наверное, мой долг рассказать вам об этих вещах. Чтобы люди не велись и не покупали эту фигню. Потому что, ну, в моем случае, еще кое-как это работает. Потому что есть отдельный ПК для захвата видео. В котором стоит i5, 16 гигов оператив. И, в принципе, оно кое-как справляется. А люди, которые покупают в основной комп. Вот такие вот платы видеозахвата или Авермедии. Неважно. Им эти варианты вообще никак не катят. По крайней мере, для захвата видео именно с ПК. Лучше тогда NVIDIA ShadowPlay использовать. Либо какой-то другой софт. Ну, а сейчас предлагаю, не знаю, наверное, заклеить все-таки корпус. Как я сказал, и распотрошим пока что ко. Завтра гоу в город. Заберем новую бывшую материнку. В которой тоже, кстати, вопрос. У нее не работает сетевая карта. Человек пишет. Но он там вроде бы системщик. В вопросе разбирается. Другую сетевую поставлю. Все будет у нас прекрасно. Зато денег сэкономлю. И будет топовая оплата. Кто-нибудь клеил когда-нибудь корпус от ПК на суперклей? Я вот, знаете ли, да. Сейчас собираюсь это сделать. Потому что совсем беда, печаль. Надеюсь, операция завершится успешно. Хотя куда она тянется? Хлипенькие корпуса нынче делал. Не удерживают они удар. Одной левой его просто с первой же подачи ушатал. Как будто бы ничего и не было. Но, по крайней мере, мы никому ничего не расскажем. На самом деле, эти корпуса надо бы уже поменять. Но, как известно, на производительность системы они ну никак не влияют. Поэтому я как-то не тороплюсь это делать. Как бы роль шасси, оно выполняет вполне себе нормально. Но отображаемся потом. Ай, может быть, поменяем на два каких-то красивых корпуса. Вторая железяка, конечно, пашет без проблем. Слава тебе, господи. Тот, который новый компа, этот шо-то мне выеживается. В общем, корпус мой благополучно заклеили. И теперь можно приступать к разборке всего этого безобразия. Такс, ну чё. Снимем, видимо, материнскую плату. С неё уже потом будем снимать этот великолепный кулер. Половины винтов здесь также не имеются. Потому что в корпусе банально нету под них техносадок, как они там называются. Ну что, тошнотная материнская плата. До свидания. В общем-то, вот такая вот железяка. Служила, говоря, и правда, честно говоря, не знаю. Никогда никаких бед не было до тех пор, пока я... Тихо-тихо. Не прикупил ещё одну планку оперативной памяти. И потом чё-то с ней пошло не так. Видимо, что-то или с биосом, или с мостом, не представляю, честно говоря. Жаль железяку. Ну, что поделать. Зато теперь будет чуть-чуть попроизводительнее. Кулер здесь закреплён на шестиграннике. Но почему-то шестигранника у меня нужного нет. Поэтому мы будем работать плоскогубцами. Тоже вполне себе для этой темы. Надеюсь, подойдут. Такс, готово. Кулер демонтирован. Теперь можно разобрать сам бэкплейт. Крепление для кулера. И будем переносить это всё дело завтра на новую материнскую плату. Кстати, очень классный кулер у Zalman получился. Он, конечно, не супертихий на максимальных оборотах. Но достаточно эффективный. И выглядит, конечно, просто вах-вах-вах. Один из самых красивейших, наверное, систем охлаждения для процессоров. Итак, господа, тем временем у нас уже день второй. Я забрал сегодня материнскую плату. Так, у нас в распоряжении вот такая вот материночка от Gigabit. Снова люблю её платы именно от производителя Gigabit. Они радуют своей надёжностью, качеством. Хотя радуют надёжностью. Вон, Gigabit у меня и сдох на B75 чипсете. Но, в общем, не суть важна. Итак, у нас материнская плата Gigabit GA-Z77X-UD3H. Собственно говоря, от такого же плана плата стоит в моём новом компе. Только более нового поколения. Там уже шестое поколение Intel у нас. Так, в принципе, всё то же самое. Сейчас будем собирать на базе этой материнки наш ПК. Восстанавливать. Немножечко подразвоним. Сильно разогнать не получится. Потому что у меня стоит i5-ый с заблокированным множителем. i5-34-70. Но, тем не менее, эта плата позволит немножечко этот множитель поднять. То ли на 4, то ли на 5 единиц. Сейчас будем посмотреть. То есть, в любом случае, производительность будет чуть повыше. Ну, и надеюсь, что всё будет работать хорошо. Потому как сам вентилятор, как я уже говорил, достаточно хорош у меня. Лопачкин. Короче, вот такой вот Zalman. Веник позволяет более чем разогнать проц. Ну, в общем, будем собирать это дело. Итак, ну что ж. Для начала нужно перекинуть, как я говорил, крепёж для кулера с бэкплейтом на новую материнскую плату. И потом нужно будет приступать уже к сборке нашей железяки. Ну всё, железяка собрана. Теперь нужно всё это дело подключать. Уложить все провода и всё будет дальше круто. Заметил очень большое количество комментариев, где народ просто просит, чтобы я рассказал, каким образом можно разогнать процессор там очень быстро. Не знаю, как ещё в 2017 году люди не могут найти элементарные сайты, такие как overclockers.ru или UA и так далее. Не почитать гайды, каким образом можно разогнать те или иные процессоры. Ну, в общем-то, мне несложно вам рассказать. И сейчас я вам на простом примере, на своём ПК, то, что я сейчас это перебирал, расскажу, каким образом можно разогнать проц, причём который имеет заблокированный, ну, относительно заблокированный множитель. То есть, будем мы сейчас разгонять процессор Intel Core i5-3470. Официально, конечно, он не поддержит никакого разгона, но при помощи материнской платы, которую я прикупил, гигабит на Z77, без проблем можно его, ну, не до предела, скажем так, не как К-версии, но всё же довольно-таки неплохо раскочегарить. Сейчас расскажу, каким образом. Так вот, сейчас вы видите то, что мой процессор уже разогнан практически до 4 ГГц. В принципе, это не предел для него, и я вам расскажу, как же ж этого я добился. Для начала нужно зайти в раздел «Расширенные настройки частот», и здесь самое первое, что мы видим, настройка частот «Host Clock». Фактически, это генератор частот, на котором работает ваш CPU, ваша оперативная память, шина PCI-Express и так далее. И по умолчанию её значение составляет 100 МГц. Так вот, абсолютно любая материнская плата на chipset Z77 позволяет держать 105 МГц. То есть, вы можете задать 105 МГц, и абсолютно любая материнская плата будет держать такую частоту. И уже мы получаем буст в 5%. Как бы 5% это лёгкий бонус. В принципе, лично моя материнская плата может взять и ещё немножко больше частоту. Я думаю, что 106,5 вполне себе она может тянуть. Но мне достаточно 105 МГц и работы с множителем. То есть, мы получили уже буст 5 МГц, и сразу видим то, что частота с 3 и 2 стала 3.36. Далее, что мы делаем? Здесь есть раздел «Множитель CPU». Именно этот множитель говорит о том, на какой частоте будет работать ваш процессор. То есть, 105 умножаем на 32 и получаем 3.36. Но, на самом деле, это не предельный множитель для процессора Intel Core i5 3470. Его предельный множитель, как бы заблокирован, но всё же доступен 38. И вот, когда вы ставите множитель на 38, вы видите частоту при 105 МГц, то есть, множите 38 на 105, 3.99. Ну, по факту, 4 ГГц должно быть. Также немножко разогналась наша оперативная память. То есть, именно, как я говорил, вот эта вот частотка, если вернуть на 100, смотрите на память. Оп, она будет 1600 МГц. А если 105, то на 5% также разгоняется оперативная память, что будет лёгеньким бонусом. Так вот, как видите, процессор, который якобы не имеет поддержки разгона, на самом деле отлично разгоняется. И это ещё не всё, что мы можем с него добиться. Во-первых, мы можем, как я уже сказал, взять несколько побольше частоту. Я думаю, что 106.50 моя материнка должна брать. И уже 4040 МГц мы получаем, в принципе, на ровном месте. Но! Можно пойти дальше. Есть такой раздел, как расширенные настройки ядер в цепу. И если сюда залезть, здесь есть такая фишка, как технология Intel Turbo Boost. В двух словах о технологии, кто не в курсе. Это и есть автоматический разгон вашего процессора от компании Intel. И когда идёт загрузка определённых ядер вашего цепу, то множитель может повышаться, вот, по умолчанию, вот, если одно-два ядра до 36, при трёх активных ядрах до 35, при четырёх до 34. Но, на самом деле, вот здесь также можно несколько поднять. И вот здесь вы вместо авто должны выставить максимально доступное значение, которое равняется 40. То есть, грубо говоря, если ваш процессор будет загружен на два ядра, то множитель будет равняться 40, и при 106 МГц это будет примерно 4,2 с плюсом ГГц. Но хочу обратить ваше внимание, что для такого разгона вам потребуется солидная система охлаждения. Мою систему охлаждения вы видели, она отличнейше справляется со своей задачей, а также при такой частоте на этом процессоре уже придётся настраивать вольтажи на ядра CPU. Настроить сами вольтажи вы можете в разделе «Расширенные настройки напряжений». Здесь есть управление 3D Power, и именно здесь всё это делается. Как видите, у меня здесь всё стоит в авто, потому как на 4 ГГц материнская плата сама справляется со своей задачей. Но если я подстрою немножечко Turbo Boost, то уже у меня система работает нестабильной. Нужно вручную повышать методом тыка сами напряжения ядер. Вам я это делать не рекомендую, всё-таки рекомендую остановиться на частоте в 4 ГГц. Это будет на 100% безопасный разгон, и никаких проблем у вас не станет. То есть, здесь лучше всё же вернуть всё в авторежим, как было. Это я вам показал, кому интересно, как можно прям до предела этот процессор разогнать. В общем, по сути, с процессора Intel Core i5-3470 мы можем выдавить стабильных 4,2 ГГц. Но для этого требуется тонкая настройка вольтажей, и, как я уже говорил, довольно-таки солидная система охлаждения. Иначе процессор просто будет перегреваться. Лично я предпочитаю ставить процессор на частоте 4 ГГц, этого в принципе более чем достаточно. Лишних 200 МГц погоды никакой особо не сделают, но добавляют несколько хлопот. Также Intel Core i3-го поколения славится плохим термоинтерфейсом между самим кристаллом ядра, а также крышкой распределителя тепла. И для того, чтобы процессор держал нормальную приемлемую температуру, всё же его нужно скальпировать и менять стандартный термоинтерфейс на жидкий металл. Поэтому всё же рекомендую именно с процессором Intel Core i5-3470 остановиться на частоте 4 ГГц. При моём кулере Zalba, не помню, как он там называется, но башеный, в общем-то, на минимальных оборотах, там примерно на 800 оборотах 3 вентилятора, температура выше 60 градусов при стрессных грузках в принципе не поднимается. Я считаю, достаточно солидным результатом, и опять же, смысла переплачивать за процессоры с индексом K особого я не вижу. Именно таким образом производится расход процессоров. Также, я надеюсь, вы заценили мою новую студию. В принципе, она ещё у меня в процессе постройки, и будет ещё добавляться всякое тут интересное. Так вот выглядит моя студия. Здесь стоечка, два системника, колоночки, там всё барахло. Вот здесь вот в таких вот условиях я и пилю свои видосики. Здесь на вот этих вот стенках я планирую сделать звуковые ловушки, чтобы было ещё меньше эхо и лучше акустика в помещении. А здесь я планирую сделать несколько полок, может быть, светящихся, и тут я буду коллекционировать всякие модельки. Одну, кстати, из них сейчас делает мой подписчик, Honda SD1000, между прочим, та, что у меня в шапке. Я очень жду эту тачку. Я думаю, что будет достаточно прикольно. То есть, на вот этой вот стеночке будут полки, на которых я буду коллекционировать всякие интересные гаджеты, вещи. Очень хочу шлем Ayrton Sen, ну, естественно, реплику, а также разные модельки. Думаю, будет достаточно круто и очень атмосферно и тематично. Может быть, ещё раз живу с каким-нибудь новым рулём, как вот у меня появился недавно Fanatec Formula. Можно будет сделать какую-нибудь полку и тоже держать эти рули, как бы, коллекционировать, что ли. Думаю, тоже прикольно было бы. Мой любимый паучок. Живого такого хочу. А ещё как-нибудь будет желание, поснимаю вот-вот это вот чудо. Сделаю какой-нибудь обзор разницы между AssettoCourse на Huan и на ПК. Забегая наперёд, хочу сказать то, что это... В общем, скоро узнаете, что это. Также я прибарахлился новеньким гаджетом. Вот такой вот мышак у меня появился от SteelSeries, 15-кнопочный. На днях постараюсь запилить на него обзорчик, так что, кому интересно, оставайтесь с нами на волне. Подписывайтесь на канал, если видос понравился, можете влепить лойс. Огромное спасибо вам за просмотр. До скорых встреч, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok